Ну что, очередной на вас на выпуск. Решил, пока есть возможность, их поделать. Смитин Вассен выпустил новый пистолет, новую модель из своей серии Shield Easy. То есть, щит попроще, в калибре 9 мм. И внешне, я думаю, многие заметят, что есть интересные и необычные вещи для Смит Вассена. Для тех, кто не обрешал внимания, это модель 2.0 Shield Easy. Есть два предохранителя, флажковый и предохранитель, как у 1911, на рукоятке. Раньше этот пистолет выпускался только в 9.17, теперь еще и 9 мм. Тоже однорядный, 8 патронов. Ну, как обычно, для тех, кому сложнее передергивать затворы, я подозреваю. Я ни разу вживую этих пистолетов еще не видел, но теперь имеет смысл посмотреть. Самый большой плюс это то, что его легко использовать тем, у кого слабые руки. Они ради этого и создавались. Изи-турак, это имеется в виду, легко передернуть затвор. Хоть это, в принципе, и особенно большого смысла в реальной жизни не имеет, потому что обычно для самообороны используется оружие у распатронов, патроники. Но есть люди, у которых слабые руки. Пожилые, подростки, женщины, которые не знают техники передергивания затвора тяжелого. И такой пистолет им будет проще, чтобы не задуматься о том, как это сделать. Вот всякие параметры данного пистолета, можно по ним пройти. Можно вручную ощутить, что пистолет заряжен. Затвор легко передергиваем. Прицельное приспособление с трех точек. Двусторонний флажковый предохранитель. Можно и без него. Есть предохранитель на рукоятке, без него невозможно. Улучшенная текстура рукоятки. Ограниченный или уменьшенный вариант отдачи за счет угла. 17 градусного угла рукоятки. Легко заряжать магазин. Легко разбирать. Кнопка для сброса магазина можно поставить или справа, или слева. И легкий, и четкий спусковой крючок. Также есть нарезы впереди. И насечки, наверное, все-таки. Насечки впереди и сзади на затворе. И планка Пикатинни для установления фонарика и лазера в зависимости от желания. Вот есть 2, 3, 4 модели. Как видите, с предохранителем и без предохранителя. С предохранителем и лазером. Без предохранителя и лазера. Начальная стоимость MSRP неизвестна. Но в магазине, от которого я получил информацию о появлении твистолета, он продается за 400 долларов. Что, в принципе, немного. С одной стороны, с другой стороны, дороже обычного шилда примерно чуть-чуть, но совсем ненамного. Но для тех, кому это нужно, может быть, вполне хорошая идея такой пистолет для самообороны. Как говорится, не слишком большой, не слишком маленький, удобный и приятный для использования. На этом все. Спасибо за внимание. До следующего видео. Пока в поездке, буду пытаться делать видео новостные и всякие такие вещи, которые можно делать без прямого доступа к оружию. Ну и выкладывать то, что у меня раньше было. Спасибо еще раз за то, что подписываетесь. Если вы можете, подписывайтесь на Patreon. Я, может быть, включу донатиловку через The National Art, через Россию. Сейчас появились новые службы для финансовой поддержки канала, которые действительно даже там, где проживают мои зрители в русскоязычных странах. Все. До следующего видео.